Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о своём любимце в коллекции, но об одном из любимцев коллекции, достаточно красивом экземпляре, достаточно достойном внимания. Это Айхризон. Айхризон относится к семейству Толстянковых. В природе он растёт на скалах, на Канарских островах, на Мадере, в Португалии. Название Айхризон состоит из двух слов. Ай – это всегда, и хризос – золотой, то есть всегда золотой. Почему так? Я думаю, название он своё получил, потому что в период цветения продолжительного, который длится около шести месяцев, он покрывается длинными соцветиями с жёлтыми звёздочками, цветочками. И вот такое чувство, что вы смотрите на большой жёлтый шар, на золотой шар, всегда золотой. Айхризон – это небольшой кустарник, порядка 40 сантиметров высотой. В молодом возрасте побеги его тонкие, с моментом роста они утолщаются и становятся древовидными. Вот как видно на видео, смотрите, уже почти что, даже не почти что, уже такое небольшое деревце. Стволики жёсткие, упругие, крона достаточно мощная и достаточно объёмная. Вот, смотрите, такой вот шарик. Сейчас я поверчу растения. Они вот издали, это просто здесь, смотрите, здесь несколько растений ещё молодых в этом горшке. Если их убрать, вот если их закрыть, вот так, вернее, откинуть, то Айхризон напоминает Баобаб. Так вот, издали, если смотреть, ну, особенно издали, вот так не получается на камеру, а если смотреть на расстоянии метров так 4-5, то достаточно Баобаб-Баобаб. Вот он у меня подвязан, потому что крона мощная, и я боюсь, что он сломается, и поэтому я его вот так вот для страховки подвязала. Вот он такой вот качающийся мальчик у меня. Листочки у него зелёные, опушёные, и собирают на себя постоянно кошачью шерсть. Кошки – это вообще спутники моих суккулентов. И вот когда хочется успокоить нервы, садишься и обираешь Айхризон от кошачьей шерсти. Ну, это просто наваждение какое-то. Айхризон считается в России почему-то, именно в России, считается деревом любви и деревом счастья. Ну, к этому названию, дерево любви, есть несколько мифов. Ну, мифы или нет, это из рубрики «Хотите, верьте, хотите, нет». Считается, что листья, что растения чувствуют психологическую атмосферу в семье и также приносят счастье и удачу. И вот, допустим, если дерево быстро растёт, если оно не болеет, если не засыхает, цветёт, значит, у вас в семье всё хорошо. Если же, наоборот, не растёт, у него осыпаются листья, не цветёт, то это тревожный знак, значит, что-то в вашей семье не так. Считается также, что его можно дарить молодожёнам для привлечения счастья, удачи, для мира и согласия в семье. Также считается, что Айхризон можно дарить одиноким людям. И вот если он зацветёт, Айхризон у этого человека, то это явный признак того, что этот человек вскоре встретит свою вторую половинку. Также специалистами по энергетике замечено, что многие растения воспринимают человеческую энергетику и реагируют либо положительно, на положительную реагируют положительно, на отрицательную реагируют своими болезнями, паданием листьев и вообще полностью даже гибелью. Я считаю, что это правда. Я смотрела на Ютубе, я вот не знаю, как называется видео, сегодня хотела вбить его и забыла. Ну, в общем, видео о том, что в какой-то в одной западной школе, это было не в России, а где-то вот в иностранной школе, проводили такой эксперимент, поставили в школе два растения абсолютно одинаковые, абсолютно одинаковые по возрасту лиственные, не суккуленты, а лиственные растения. Они были абсолютно одинаковые по внешнему виду, один сорт, были посажены в один и тот же горшок, один грудь, то есть полив у них был, уход у них был тоже самый идентичный, ничего вот в этом не отличалось. Но детям было предложено один цветок постоянно разговаривать с ним, называть его ласковыми словами, а второй цветок предложено было ругать. И вот дети, конечно, не скупились там на ругательство, ну и также не скупились на ласки. Один цветок ругали, а второй цветок ласкали. В итоге через месяц тот цветок, который ругали, засох. Представляете, вот это действительно было, и я в это верю. На самом деле я считаю, что это так. Растения очень тонко чувствуют человеческую энергетику и вообще ауру в доме и в помещении, в котором они находятся. Также учеными, которые изучали растения, в частности их резон, было замечено, что это растение имеет свойство поглощать негатив. То есть растение очищает ваш дом от негатива и от отрицательной энергии. И если отношения в семье портятся, то он болеет, листья желтеют. Если же отношения идут на лад, айхризон выздоравливает, зацветает. Но айхризон не является предвестником судьбы и не предсказывает будущее, как многие считают. Он всего лишь навсего индикатор ауры. То есть он отвечает своим внешним видом на ауру, которая находится в вашем доме. Вот и всё. Также я где-то читала интересный случай, когда девушка купила айхризон, он у неё рос. Потом она встретила мужчину, стала приводить его в дом. И айхризон постепенно, постепенно, достаточно даже быстро, в течение месяца он у неё скинул листву и практически весь засох. Как впоследствии потом оказалось, это она сама писала, как впоследствии оказалось, что мужчина оказался большим тираном, применял к ней насилие, она с ним потом рассталась. Но вот айхризон как бы её предупредил об этом. Ну, хотите верьте, хотите нет, да? Вот эта вот фраза, она ключевая. Но всё-таки многое, что творится, что рассказывают люди, это правда. Также считается, что айхризон является символом достатка в доме. Но вот такая ситуация, если вы купили, допустим, айхризон, то считается, что достаток у вас будет умножаться. Но если же вам его подарили, или вы же его украли, ну как украли, допустим, отщипнули там в каком-то учреждении маленькую макушечку, да? Я читала, что вот в суккулентных магазинах, в больших торговых центрах там листики отрывают от растений, ну подбирают, ну подбирают, не знаю, а вот если оторвёшь листик, то это, ну, считается, что это воровство, да, фактически. И вот, чтобы обмануть айхризон, это тоже я читала, и как бы это работает. Если вам его подарили, если вы его где-то спёрли, маленький череночек, вы должны обмануть айхризон и дать монетку тому человеку, который подарил вам его, либо кинуть в монетку в тот горшок, где вы оторвали этот черенок. И тогда у вас всё будет нормально в денежном смысле. Ну это опять миф не миф, это уже на рассмотрение каждого из нас. Так, что ещё сказать про айхризон? Про виды айхризона. Айхризонов насчитывается около 15 видов. Вот это растение, вот большое, это эйхризон распростёртый, то есть раскидистый, распростёртый. Такое у него название. Ну действительно, раскидистый, крона у него мощная, его можно прищипывать, но я ничего с ним не делаю, пусть он растёт так, как растёт. Это растение я купила два года назад, оно было, конечно же, меньше намного, купила я его у бабушки, где-то на улице, возле какого-то магазина. Оно росло в ужасных условиях, я тогда ещё удивилась, как оно вообще выжило. В общем, я его притащила домой, но дорога была долгая, и в руках была ручная кладь, и поэтому я его в цельности, вот в таком состоянии, в каком он был, в каком она его продавала, я его до дома не довезла. Он у меня обломался, отломилось несколько побегов, потом я их уже укоренила. Вот, и это вот один из них. Вот это растение, это тот побег, который отвалился вот от этого основного ствола. Вот смотрите, какой он мощный. Я его вообще хотела сначала выбросить, но потом решила, что не надо, потому что решила его укоренить. Но так как ствол очень толстый, уже он был достаточно старый, а деревенелый, то корни он давал очень и очень долго, просто максимально долго. Он принимался, наверное, чах-чах-чах, был без почек, просто стоял вот этот вот коричневый стволик в форме рогатки. Но и в итоге потом он все равно принялся. Вот сейчас из него можно уже формировать бонсай. Вообще их резон очень такое податливое растение для создания бонсая, потому что структура его стволов, листьев, побегов, она позволяет делать с ним различные манипуляции. Такие вот в виде прищипок, в виде ответвлений. В общем, придавать ему такую форму, какую вы хотите. Вот из этого, конечно, побега получится прекрасный бонсай, потому что ствол здесь уже такой вот толстый, мощный. Вот это он просто вообще скосо посажен, его можно ровно посадить. Вот и дальше у него пойдет ветвиться макушка. Но я его не буду пересаживать, потому что мне его некуда пересаживать. Нет места, горшки есть, но нет места. Обязательно нужно растению дать место под солнцем, под лампами. Вот у меня такого места нет. В общем, пока эта куча будет здесь. Вот эти побеги я продаю растения. Вот эти они уже укорененные. Двухлетние побеги, черенки уже достаточно большие. Если их отсадить, а их резон достаточно быстро растет, если их отсадить, они уже будут формироваться в форме дерева сами. Но здесь им, конечно, тесновато. Так, это был их резон раскидистый. Теперь у меня есть еще один вид. Кстати, я недавно только узнала, что это тоже их резон. Покупала я это растение как иониум сидифолиум. И вообще везде он на сайтах продаж в Корее. Ой, что-то темно стало. Вот так. На сайтах продаж в Корее. Это растение... Солнце светит, плохо видно. Сейчас попробую притянить. Вот. Вот так, наверное, лучше будет видно. Это растение называется иониум сидифолиум. Да что ж резкости-то нет. Да елопалы. Ну, не знаю. Вообще нет резкости. Не могу приблизить и показать вам этот цветок. Еще притянить. Все равно ничего не видно. Не знаю. Я, конечно, репортер офигенный. Ну, ладно. В общем, это растение тоже считается иониумом. Иониум это... Прошу прощения опять. Айхризон. Айхризон очидко-листный. Но я покупала его как иониум сидифолиум. То есть вот такие тоже стволики у него. В период покоя он сбрасывает листья и остаются только у него макушечки в виде маленьких розеточек. Они очень липкие. Очень-очень липкие. Если у этого эхризона листья опушенные и липкость... Но она так еле заметна. Просто когда начинаешь его протирать или там обирать кошачьи волосы с него, вот липкость это на руках немножечко ощущается. Ну, совсем маленький процент. Но этот, если вот руку прислоняешь к нему, и когда ее отнимаешь от листиков, чувствуется липкость. Прямо как будто рука прилипает. Вот такой он тоже интересный. Листочки у него с красными прожилочками. И вот, как оказалось, у меня два вида эхризона. Тут у меня еще один иониум растет. Видео сегодня скучное по обзору, потому что представлено всего лишь два растения. Ну, как-то так. Так, теперь по уходу. По уходу опять тут у меня шпаргалка, чтобы ничего не забыть. Так, уход. Свет. Ну, освещение должно быть яркое, но свет должен быть в период летней жары рассеянный. То есть, обязательно нужно притенять ваше растение. Обязательно, иначе листья будут гореть. На ярком солнце вот эти вот его стволики становятся вишневыми, листья становятся темно-зелеными, и вообще он такой становится еще более интересней. Вот. Покажу вам его против света. Нет, ничего не покажу. Да что же за камера, а? Какой-то ужас. Прошу прощения. Так. Ладно. Свет. Про свет сказала. Горшок. Горшок. Емкости для посадки должны быть небольшими, но достаточно тяжелыми. Подойдет керамический горшок. Глазуровный, не глазуровный. Это уже на ваше усмотрение. Потому что крона его тяжелая, так же как у толстянковых, у красу лават. Крона тяжелая, и растение может просто-напросто перевесить, упасть и повредиться, поломаться в легкой, в небольшой емкости. Так. Дальше. Опрыскивать. Опрыскивать нельзя. Можно просто влажной рукой обирать пыль. Опрыскивать нельзя, потому что структура листьев у него ворсистая. В ворсинках будет застаиваться влага. И растение ваше может погибнуть от бактериальной гнили. Так, грунт. Грунт. Ну, земля для иониума достаточно, можно даже сказать, жирная. Подойдет такая земля, если смешать, ну, как по-научному, дерновая и листовая. Дерновая – это по-простому та земля садово-огородная, которая у нас имеется у всех, если выйдешь на улицу. В общем, под любым, под любым деревом, где-то в саду, выкопали, накопали этой земли, просеяли ее, все, и это у вас готовая земля. Кстати, я читала, и я всегда следую теперь после этого прочтения, уже много лет следую этому совету, что землю дерновую лучше всего брать из-под крапивы, потому что там она наиболее качественная, растения в ней хорошо развиваются. Это вот проверено, и это правда. Я всегда теперь беру такую землю там, где растет крапива. Ну, конечно, если есть возможность. Так, листовая земля – это по-простому вот эта вот самая земля, которую продают в магазинах и называют ее грунт для суккулентов или там универсальный грунт для всех видов растения. То есть этой земли тоже. Берете часть дерновой, садово-огородной, берете часть вот этого грунта покупного-магазинного, в основном торфяного, выбираете оттуда там всякие коряги, какие в них напиханы, и также какие-то там кокосовые, если волосянки, которые там в грунте присутствуют, в общем, много-то такого. Обираете немножечко ее и добавляете, мешаете эти две части и мешаете крупный кварцевый песок. Грунт аквариумный подойдет из зоомагазинов. Все. То есть часть того, часть того и часть того. Три части намешали, на дно дренажа с керамзита. Все, грунт у вас для Эхризона готов. Дальше. Полив. Полив нужно осуществлять умеренно. Периода покоя у Эхризона как такового нет. Полив, конечно же, зимой сокращают. Если есть возможность, температуру тоже уменьшают, чтобы он обильнее цвел. Но, если таких возможностей нет, то просто поливайте его раз в три недели обязательно, раз в две недели, не переливая, чтобы обязательно вода выливалась. Эту воду из поддона выливайте лишнюю. Но чтобы Эхризон постоянно испытывал доступ к влаге. И летом также его поливают где-то раз в неделю. Но, опять же, зависит от условий. Если у вас очень жарко, то чаще, если чуть попрохладнее, то реже. И обязательно после просыхания грунта хотя бы наполовину. То есть не заливать, не забывать, что это суккулент, что перезбыток влаги для него смертелен. Дальше. Что у нас цветение? Цветет Эхризон обычно в конце весны метельчатыми соцветиями, на которых расположены желтые цветочки-звездочки. Величина этой звездочки от 5 до 1,5 мм. Но это зависит опять от возраста растения. И вот представляете, такой, как я уже говорила, такой большой-большой шар из соцветий. Практически, если смотреть на него сверху, то листву, А Эхризона не будет видно. Все пространство наверху над этим растением застилают вот эти соцветия. Очень красивое зрелище, очень впечатляющее. Цветет он, как я говорила, уже продолжительно, до полугода. И если цветение обильное, то А Эхризон реагирует на цветение, но он является как полумонокарпом. Если монокарпические растения, они полностью погибают после цветения, то А Эхризон частично. Он сбрасывает очень много листвы, и некоторая часть его побегов, часть его розеток засыхает после цветения, потому что цветение его очень сильно истощает. Но все равно до конца он не погибает. Засохшее все это нужно потом удалить будет после цветения, обрезать все засохшие побеги, все засохшие цветоносы. И Эхризон восстанавливается за 2-3 месяца и начинает также, продолжит также расти и вас радовать. Забыла также сказать, что сок Эхризона токсичен. То есть, его нужно держать вдали от животных, вдали от маленьких детей, которые любят все тащить в рот и сорвут листик. Может произойти и кишечное отравление, наверное. У меня не было таких случаев. но вот если в соке присутствует яд, то, конечно же, это уже нужно знать и нужно предотвращать контакты маленьких детей. Животные, кстати, вот написано, что где везде написано, что от животных. Животные, у них инстинкты. Животные, они не будут есть то, что им не положено. Вот у меня таких вот в свободном доступе для кошек стоят два растения. Вот Эхризон и Крестовник Роули. Крестовник Роули, он вообще считается очень ядовитым. Так вот, кошки мои, все растения, все кактусы поперегрызут, если им дай волю, все растения покоцают, но Эхризон и Крестовник Роули, они к нему даже не притрагиваются. На что Крестовник Роули интересный? На ниточках таких, на длинных вот эти бусинки, и они качаются, с ними можно играть, и с ними все, что хочешь, можно делать для кошек, но они даже к нему не проявляют никакого интереса. То есть они чувствуют, что растение ядовито, их не обманешь. Ну, а вот с детьми нужно быть аккуратней. Ну, и вот и все. Наверное, это все, что я хотела сказать про Эхризон. Если у вас есть возможность, покупайте себе такое растение. Оно очень интересное, очень благодарное. Я обожаю его вид. Я обожаю вообще все растения, которые выглядят мини-деревцами. Вообще супер. Это просто вот горшок, еще дно горшка, но не дно, а вот поверхность земли. У меня сейчас она занята вот этими отростками. А вообще, если оно будет расти одно, там можно сделать даже какой-то там мини-прерию, вложить все камушками, посадить какого-то маленького животного, будет прикольно. Животного, игрушечного, естественно. Вот так. Вот это был обзор Айхризона, дерево любви. Все. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok